Прочитав рассказы, собранные в представленном альманахе, я в очередной раз убедился в том, что прежде чем начать выстраивать отношения, необходимо разобраться в природе любви. Что для вас любовь? Для чего вы ищете свою вторую половину и как поймете, что это именно тот человек, который предназначен вам судьбой? Только ответив себе на озвученные вопросы, можно рассчитывать на успех. В противном случае вы столкнетесь с серьезными трудностями. 15 авторов в своих произведениях подняли наиболее распространенные проблемы, возникающие на пути к подлинному счастью. Во-первых, неспособность людей найти общий язык, острые противоречия, которые не удается разрешить на протяжении долгого времени, прямо указывают на необходимость положить этим отношениям конец. Вы не подходите друг к другу, а любви нет и в помине. Так было с героями рассказов на пароме. Петр воинствующий атеист, его невеста верующая. Конец романа. Парень хотел жить в свое удовольствие здесь и сейчас, поэтому не остался на комсомольской стройке, просив влюбившуюся в него девушку. Во-вторых, часто происходит так, что влюбленные сильно зависят от мнения окружающих. Они обсуждают подробности личной жизни с посторонними лицами, продают большое значение мелочам и могут радоваться своему счастью, подвергают его испытаниям, ставят под угрозу, как персонажи новеллы «Синель». Дарья была раскулачена, а ее парень пытался всем доказать, что она из трудовой семьи. Разговор. Евгений едва не расстался с новой знакомой, поверив товарищу, что ей движут корыстные цели. Порой, своевременно разобравшись в своих чувствах, можно избежать ошибки, тем самым не сломав жизни себе другому человеку. Страдание молодого Ваганова. Но так поступает далеко не каждый. В итоге брак заключается не по любви, совершаются измены, и семья начинает распадаться. Чертоги любви. Иногда дружбу или покровительство пытаются выдать за нежные чувства, но рано или поздно наступит прозрение. Поэтому перерождение таких отношений неизбежно. Время прошло, сердце изранено. Как с этим быть? Нельзя ли сразу разобраться в том, что вас связывает с этим человеком? Егор увеселялся морем. Подобный просчет, допущенный в юности, может оставить неизгладимый след на всю жизнь. Не успели получить аттестат зрелости, встать на ноги, а уже занимаются морными делами. Разве об этом должны думать молодые люди? Чему удивляться, когда их союз вскоре дает трещину? Подобная ситуация описана в произведении «Голубое и зеленое». Повзрослев, дядя бросила Алексея, выйдя замуж за другого. Однако даже мимолетные встречи могут привести к положительным сдвигам, которые делают нас лучше, о чем говорится в рассказе «Песок в корабельных часах». Сергей поборол трусость, а Таня перестала считать себя дурнушкой. Нельзя не отметить случай, когда люди, еще даже не успевшие хорошо узнать друг друга, продолжают развивать отношения, несмотря на сложную ситуацию, в которой оказался один из них. Разумеется, история, рассказанная в новелле «Руки жены», скорее исключение из правила, но она вселяет веру в то, что искренние чувства – это не вымысел идеалистов, а реальность. Степан Творогов стал инвалидом, но надежда все равно вступила с ним в брак. Правда, таких мечтателей, верящих в настоящую чистую любовь, ждут серьезные испытания. Над их чувствами пытаются глумиться, что может привести либо к трагическому финалу, либо, наоборот, к переоценке своего бытия и обретению долгожданной любви. День счастья. Одним словом, темы, поднятые в этом спорнике, актуальны в любую эпоху и будут интересны всем, кто уже состоит в отношениях или только находится в поисках своей второй половины. Задумавшись над прочитанным, спроецировав судьбу героев на свой жизненный опыт, вы обязательно сделаете ряд полезных выводов. Главное, чтобы они оказались правильными.